Уважаемый господин Харири, мы рады вас приветствовать в Москве. Мы традиционно ценим наши добрые, дружесные отношения с Ливаном и поддерживаем контакты со всеми представителями ливанских общин. Мы неизменно поддерживаем необходимость уважать суверенитет, территориальную целостность Ливана и те основы его государственности, которые были согласованы всеми общинами, которые позволяют этой стране успешно развиваться в течение многих лет. Мы всегда с вами поддерживаем Ливану и снижение этого города и снижение, которые были связаны между всеми политическими, политическими и ливанами, и не позволяют Ливану для поддержки и поддержки этого города. К сожалению, в последнее время Ливан переживает внутриполитический кризис из-за неспособности договориться по кандидатуре президента. И я бы хотел выразить поддержку и солидарность с вашими усилиями, господин Харири, чтобы эту ситуацию преодолеть и восстановить договоренности, которые позволят оставить этот кризис позади. Мы также солидарны с нашими ливанскими друзьями в связи с теми трудностями, тяготами, которые они переживают, которые вы переживаете по причине сирийского кризиса. Это, конечно же, и миллион, больше миллиона сирийских беженцев, которые спасались на вашей территории от разгула террористов, да и, собственно, от тяжелого экономического положения, которые усугубляются односторонними антигуманными санкциями против Сирии, которые ввели Соединенные Штаты и Евросоюз. Это связано с теми трудностями, которые втянутся кем-то миллион лавицы с Сурия, которые ввели сейчас в Аеравии. И эти лавицы приходят в Лубнану за то, потому что они находятся в Сурии. И они находятся в Лубнану. Мы оказывали и оказываем Ливану и финансовую и гуманитарную помощь для того, чтобы помочь вашей стране справиться с этим наплывом беженцев. Мы знаем, что Ливанская армия противостоит игиловцам и Джабхата Нусре на ваших границах с Сирией и также поддерживаем вас в этой борьбе. Мы знаем, что Ливан в межнародной группе поддержки Сирии, которая была создана Соединёнными Штатами Российской Федерации. И, конечно, облегчить положение Ливана проще всего через урегулирование сирийского кризиса. Именно на это были нацелены российско-американские договорённости, которые были одобрены членами Международной группы поддержки Сирии не так давно. Международной группы поддержки Сирии не так давно. К сожалению, было с самого начала немало желающих эти договорённости развалить, в том числе и внутри американской администрации. И, как вы знаете, к сожалению, к огромному вчера это удалось сделать тем, кто выступает против политического регулирования сирийского кризиса, против выполнения соответствующих резолюций СССР и явно вынашивает планы силового сценария. И, конечно, у нас есть ли урегулирование сирийского кризиса? И, конечно, у нас есть ли урегулирование сирийского кризиса СССР и, конечно, у нас есть ли урегулирование сирийского кризиса? И, конечно, урегулирование сирийского кризиса СССР и, конечно, урегулирование сирийского кризиса, Но мы не опускаем руки, будем добиваться того, чтобы решения Совета Безопасности выполнялись. Считаем, что международная группа поддержки Сирии может и должна сыграть в этом важную лидирующую роль. И мы рассчитываем, что и в этих рамках, и по двусторонней линии мы продолжим согласовывать наши действия с ливанскими друзьями, поскольку, как я уже сказал, скорейшее установление мира в соседней Сирии напрямую отвечает национальным интересам вашей страны. И в заключении хотел бы еще раз подчеркнуть, что мы глубоко уважаем ту консолидирующую роль, которую вы играете в отношении нынешнего положения в Ливане. И в конце концов, я хочу показать вам очень важный момент, который вы лично чувствуете в отношении с ливанскими друзьями. Благодарю вас, господин министр, за то, что вы никогда не отказываетесь и принимаете меня в Москве. Благодарю вас, и мы считаем, что Россия может сыграть большую роль по стабилизации ситуации в Ливане. Как вы знаете, господин министр, мы выступали с рядом инициатив по тому, как преодолеть политический вакуум, связанный с отсутствием президента в нашей стране, но существует ряд факторов, которые этому не способствуют. И одной из таких сил, одним из таких факторов является Хызбалла. Как вы знаете, сирийский кризис не мог не отразиться на нашей стране. Несомненно, этот кризис представляет большой вызов для нашей внутренней стабильности. В Ливане в настоящий момент находятся более 1,2 млн беженцев из Сирии. Но все, которые суреи, суреи, суреи. Суреи должны быть максимально надпись на нарушении государства. Они могут быть свободны для суреи, потому что суреи, как у всех странах, как у нас в России, как у нас в Ливане, Я хочу сказать о том, что сирийский кризис должен быть завершен. Мы должны найти ему решение как можно быстрее для того, чтобы сирийский народ, так же как и все народы в мире, так же как и российский народ, так же как и ливанский народ, мог жить достойно в своей стране. Я хочу сказать, что эти беженцы появились у нас еще до того, как в Сирии очутился ИГИЛ, а именно эти беженцы пришли именно потому, что они были недовольны тем, как сирийский режим обращался с ними. Я хочу сказать, что Россия всегда защищает интересы народов, проживающих в нашем регионе. Это интересы и палестинского народа, и ливанского народа, и сирийского. И мы хотим, чтобы Россия продолжала эту роль по защите народов, населяющих Ближний Восток. Я хочу сказать, что я ливанец, я умеренный, я мусульманин. И хочу отметить, что ислам не имеет ничего общего ни с ИГИЛ, ни с Джабадта-Нусрой, ни с Аль-Каидой, ни со всеми теми движениями, которые искажают его истинную суть. Я хочу отметить, что Россия в этом направлении, особенно в этом направлении, чтобы найти правильное решение в России. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Я очень ценю всегда ваши личные оценки происходящего в регионе. Я рассчитываю, что мы сейчас отпустим журналистов и обменяемся мнениями о ситуации. Мне это будет очень полезно и интересно. Субтитры сделал DimaTorzok